Валентинки смерти На улице буйствовала февральская вьюга. Снег валил, ветер подхватывал потяжелевшие снежинки и как будто специально запускал их в лицо Кристине. Она открыла ногой багажник и кинула увесистый чемодан в машину. Новая волна снега брызнула ей в лицо и девушка натянула на лицо шарф. Но вообще Кристина чувствовала себя отлично. «Сидорову Кристину позовите, пожалуйста!» Обратился начальник к ее коллеге, но потом заметил девушку. «А, вы здесь, извините! Я подумал, что вам следует отдохнуть!» Девушка запрыгнула в машину и взяла в руки пластмассовый стаканчик с горячим кофе. Это был ее первый отпуск за несколько лет тяжелой работы. «Вы отлично работаете! Мне кажется, вы уже всерьез претендуете на кресло финансового директора!» Засмеялся начальник, и Кристина мило улыбнулась в ответ. В тот же день она нашла себе по интернету небольшой и очень уютный дом на окраине города. Вернее, даже не на окраине, а в лесу, что подбирался с восточной стороны к спальным районам. «Ты уже придумала, где будешь отдыхать?» Заботливо спросила подруга. «Да, я уже осмотрела тот домик. Просто прелесть!» Кристина была очень довольна, ведь уже подписала договор об аренде. Буквально через полчаса девушка уже сидела в машине и пила кофе. Ноутбук взяла, сумку взяла, свитера тоже вроде бы взяла. «Да, ну самое главное, конечно, ноутбук. Нужно готовиться к презентации в следующем месяце». В прошлый раз, когда она ездила осмотреть дом, на дорогу ушло пять часов. Но тогда Кристина не знала дорогу. Сейчас, наверное, будет проще, хотя видимость практически нулевая. Девушка поставила в кофе в подстаканник и решила выдвигаться. Аккуратно развернувшись, она подъехала к выезду на главную трассу. Дорогу застилала белая пелена. Вероника провела для Кристины детальную экскурсию по дому. Кухня, просторная гостиная, ванная. Женщина оказалась очень приветливой и дружелюбной, как и ее муж. «Замечательная пара», – подумала с девушкой. Кристина вытащила из бардачка карту и разложила ее на руле. Ей предстояло сделать большой крюк, потому что из-за снегопада перекрыли некоторые улицы. Девушка пройла пальцем по главной трассе, где она сейчас стояла. Девушка нажала на педаль газа и выехала на чищенный асфальт. Она одной рукой держала руль и край карты, а другой рукой потянулась в кофе. Унезапно что-то пошло не так, и руль на секунду вылетел из ее рук. Белую ауди вынесла на встречную полосу. У Кристины захватило дыхание. Она успела схватить обратно и вывернуть руль. Мимо сигналя пронесся грузовик. Девушка выдохнула. Дальше обошлось без приключений. Кристина кинула злополучную карту на переднее сидение и старалась вообще не отвлекаться от дороги. Когда девушка вошла в дом, она подумала, что надо бы позвонить Веронике. Та говорила, что они будут жить в 30 километрах от этого милого местечка и приедут, если что-нибудь потребуется. Алло, Ника? Это Кристина. Я уже добралась до дома, все в порядке. Кристина? Ой, тебя так плохо слышно. Женщина почти кричала в трубку и девушка невольно отодвинула телефон от уха. Ты добралась, да? Да, повторила погромче девушка. Хорошо, мы скоро приедем. Забыли забрать кое-какие вещи из... Связь внезапно прервалась. Ну что ж, бывает, подумала Кристина. Тут она вспомнила, что взяла с собой лыжи. Ей вдруг очень захотелось, как в детстве, покататься по лесу. Надев пуховик и боты, девушка вышла на улицу. На удивление, ветер прекратился и белая пелена рассеялась. Кристина неспеша ехала по лесу, мысленно перебирая в голове события, произошедшие с ней за последний месяц. Правда, сначала ей вспомнилось, как они давным-давно катались вот так же с папой на лыжах по парку. Стало совсем грустно. Буквально неделю назад она рассталась с парнем. По-детски наивная мечта о принце на белом коне уже совсем развеялась. Чем старше она становилась, тем больше надежд становились иллюзиями. Кристина задумалась о том, что вот уже на дворе 14 февраля, а она совершенно одна и принадлежит теперь к той части людей, кому совершенно наплевать. Девушка увлеклась и не заметила резкий спуск. Кубарем слетев с горы, она услышала хруст. Это была левая лыжа. Девушка чертыхнулась, поднялась на ноги и, подняв обломок, поплелась домой. Смеркалась. Она успела довольно далеко заехать. Горячий чай, теплый плед и сериал. От таких мыслей Кристине моментально стало тепло. И она прибавила шагу. Вот и ее милый домик. Дверца почтового ящика приоткрыта. Кристина удивилась, как это не заметила раньше. Она распахнула ящичек, и к ее ногам упал красный конверт в форме сердца. Под окнами гуляют дети, их звонкий смех подобно сети. Заманивают свою ловушку черти и прямиком ведут всех к смерти. Эта запись вызвала невольную тревогу в душе. Еще когда Кристина приехала сюда, она почувствовала себя не в своей тарелке. Что-то было не так. Но она никак не могла понять, что именно. Как будто забыла какую-то важную вещь. Девушка зашла в дом. Через полчаса в камине уже плясали языки пламени. А Кристина сидела на диване с чашкой горячего чая и смотрела сериал. Она никак не могла забыть про странную Валентинку. Наверное, она была адресована хозяевам. Началась реклама и девушка вылезла из-под пледа, чтобы поставить на стол чашку. Внезапно она краем глаза уловила какое-то движение. Кристина повернула голову в сторону окна. Ей вдруг подумалось, что она совсем одна в этом доме, а хозяева все никак не едут. Одна в доме. Да, она одна на 30 километров. Здесь только лес. Кристина уловила едва слышное хихиканье. Мне показалось, мне просто показалось. Она взяла телефон и пошла на кухню. Ника, я извиняюсь, конечно. Но почему вы мне не сказали про соседских детей? Кристине казалось, что единственное разумное объяснение звукам, Валентинки и всему прочему – дети. На другом конце провода повисла тишина. Девушка приложила руку к оконному стеклу. Морозные узоры вдруг с невероятной скоростью стали приближаться от углов рамы к руке. Девушка отпрянула назад. Дети есть только у Ивановых, но они улетели в отпуск еще на той неделе. Я вроде говорил о тебе. И, Кристина, почему тебя так плохо слышно? Все время шипение какое-то. Я не понимаю, что может быть не так? Удивилась девушка. Что-что? Нет, ничего. До свидания. Я ничего не разбираюсь с того, что ты говоришь. Мы приедем скоро. Пока. Вероника положила трубку, и Кристину вдруг бросила в жар. Она услышала топот из гостиной. Девушка, крадучись, подобралась к двери и заглянула в комнату. На столе рядом со старой красной Валентинкой лежала еще одна. Кристина подошла и взяла ее. Ты талантлива, красива и умна. Но кому мертвая, будешь ты нужна. Чертовы дети, пробормотала себе под нос Кристина. Она была скептиком. Хотя и было страшно. Она все равно считала, всему виной человеческий фактор. Девушка накинула куртку и вернулась в гостиную, чтобы выключить телевизор. Она замерла, увидев на экране в выпуске новостей знакомый автомобиль. Белая, покореженная Ауди. Ее любимая машина. 25-летняя жительница Москвы не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовым фургоном. Девушку спасти не удалось. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства выясняются. Фары внедорожника осветили нетронутый снег возле дома. Не было ни машины, ни следов. В доме горел свет. Виктория и ее муж вышли из автомобиля. Ты уверена, что она здесь? Спросил мужчина. Я уже не знаю, если честно. Следов никаких. Свет горит. Женщина пробралась через сугробы и зашла в дом. На диване лежал плед. На кухне осталась чашка. По телевизору как раз показывали выпуск новостей, и Вероника увидела фотографию девушки. Золотистые волосы, улыбка. Мужчина тем временем потирал руки от холода, обходя дом. Внезапно он остановился. «Кристина!» – крикнул мужчина, заметив знакомый силуэт. В окружении еще кого-то. Раздался детский смех, и силуэт моментально исчез. Они забрали то, что хотели. Ху-ха-ха-ха-ха-ха! Тьфу-ха-ха-ха-ха! Кристина! Тьфу-ха-ха-ха! Продолжение следует...